Важным в этот момент ограничительных мер подачи заявления в электронном виде. Более 90% заявлений поступило от граждан либо через единый портал государственных услуг, либо через личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда. Хочется отметить, что молодежь очень активно подключилась к этим вопросам и общение с гражданами у нас идется в электронном виде. Все виды обращений и созданы условия для того, чтобы можно было проконсультировать. Создан отдельный специальный чат-бот по данным выплатам, не подавшие до настоящего времени заявления на ежемесячную выплату, либо на единовременную выплату. После подачи ими заявлений на указанную выплату также будет приниматься решение о дополнительной единовременной выплате, которая будет производиться с июля текущего года. При подаче указанных заявлений решение будет приниматься одновременно и средства будут перечислены также одновременно на счет в кредитном учреждении. Небольшая статистика. С апреля по июнь текущего года за ежемесячной выплатой обратилось и принято решение положительное 33 тысячам семьям на 36 тысяч детей. Им выплачено 564 миллиона рублей. О единовременной выплате принято решение 133 тысячам заявителям, то есть семьям, на 194 тысячи детей. С апреля по июнь им выплачено 1 миллиард 918 миллионов рублей. Продолжение следует...